Всем привет! С вами Русалина. Мы на видео канале, который посвящен лепке из полимерной глины. В сегодняшнем мастер-классе мы будем создавать цветочные шпильки. У нас будут два вида цветков, это роза и фрезия. Итак, поехали! Для работы нам понадобится полимерная глина красного, зеленого и белого цвета, стык с шариком, лезвие и скальпель, кисточка, каттеры в форме лепестков и каттер круглый, я буду использовать концевик, тычинки флористические, основы для шпилек и жидкая полимерная глина. Подготавливаю пласт белой полимерной глины, накрываю его пищевой пленкой и каттером круглой формы делаю 7 заготовок. Утончаю пласт на 2 миллиметра, снова накрываю пищевой пленкой и каттером круглой формы снова прорезаю заготовки для будущих лепестков. Опять утончаю третий раз наш пласт белой полимерной глины, накрываю пищевой пленкой и снова прорезаю заготовки для будущих лепестков. Лепестки мы будем формировать на ладони при помощи стыка с шариком. Я беру лепесток, укладываю на середину левой ладони и стыком с шариком вытягиваю и утончаю края лепестка. Затем отсоединяю лепесток от ладони и круговыми движениями формирую углубление по центру лепестка. Теперь я беру белую полимерную глину и формирую из нее удлиненную капельку. Вокруг этой капельки мы будем формировать цветок. Берем один лепесток тоненький и оборачиваем его вокруг сердцевины в форме удлиненной капли. Затем берем еще три тонких лепестка и укладываем их внахлёст друг на друга. Последний лепесток мы подкладываем под первый. Теперь края лепестков нужно немножечко отвести назад и сформировать такой полураскрывшийся бутон. Третий ряд лепестков будет тоже состоять из тонких лепестков и в каждом следующем ярусе мы добавляем по одному лепестку. Лепестки также укладываются внахлёст друг на друга и последний лепесток подкладывается под первое. Края лепесточков тоже заводим назад. Укладываем следующий ряд лепестков тоже внахлёст друг на друга и тоже края лепестков мы отводим в обратную сторону. Последний ряд лепестков Мы будем укладывать немножечко по-другому. Мы лепесток будем выворачивать. То есть лепесток должен не огибать, как предыдущие ряды, а быть вывернутым в обратную сторону. Эти лепестки тоже укладываются внахлёст друг на друга и последний лепесток подкладывается под первый. Теперь пальчиками я придаю волнистый край самому крайнему ряду лепестков. Хвостик, который у нас образовался с обратной стороны розы, нам нужно будет лезвием его аккуратно срезать перед обжигом. Роза готова, мы её можем отправлять в духовку на обжиг. И теперь я покажу, как сформировать ещё фрезию. Я буду использовать красную полимерную глину. Я её разминаю, раскатываю на пастомашине толщиной примерно в 3 мм. И катерами в форме лепестков я вырезаю 3 крупных лепестка и 3 лепестка меньшего размера. Я тоже формирую лепестки на ладони левой руки. Вытягиваю стыком. Только лепестки я делаю не крупной формы, а каплевидной. Придаю ей круговыми движениями форму лодочки. Теперь я беру флористические тычинки, отрезаю от них лишнее. Беру красную полимерную глину и оборачиваю ею пучок с тычинками. Теперь вокруг этого пучка я формирую первый ряд из 3 лепестков меньшего размера, который укладывается друг под друга. И затем в шахматном порядке я укладываю лепестки более крупного размера уже нижним рядом. Излишек пластики, образовавшийся с тыльной стороны цветка, я срезаю. Запекать я буду такой цветок на катере металлическом маленького размера. И, конечно, перед обжигом вы можете распушить ваш цветочек при помощи стека с иголочкой. Пока цветы у нас обжигаются, давайте приготовим листочки. Я подготавливаю пласт зеленой полимерной глины толщиной примерно в 2 мм. Вырезаю в произвольном порядке скальпелем удлиненные листочки и затем делаю по краям этих листочков надрезы с помощью скальпеля. Цветочки наши уже запеклись. Я беру жидкую полимерную глину, промазываю обратную сторону, именно место среза цветка. Формирую из зеленой полимерной глины шарик и продеваю в него основу для шпильки. Подравниваю и затем основу с пластикой я присоединяю к обратной стороне цветка. Хорошенечко это все прижимаю, придавливаю к основанию. И к зеленой этой плодоножке я уже присоединяю 3 листочка. Теперь нам нужно будет сравнять стыки все. Это можно сделать при помощи стыка шариками, либо пальцами. Главное, чтобы поверхность была ровная и не было вот этих вид на мест наложений и состыковок зеленой глины. Аналогичным образом мы поступаем и с цветами фрези. Промазываем обратную сторону жидкой полимерной глиной. Берем основу для шпильки и с помощью зеленой полимерной глины мы ее прикрепляем к обратной стороне цветка. В данном случае листочки я буду формировать из капелек. То есть я формирую из полимерной глины зеленую капельку и стеком ее вытягиваю. Получаются такие небольшие зеленые листочки в форме лодочки. Затем мы их присоединяем к плодоножке. И аналогично тому, как мы поступали с розой, с помощью стыка мы сравниваем все швы, все состыковки. Разглаживаем всю поверхность и добиваемся максимальной ее ровности. После этого мы ставим цветы на повторный обжиг. И после обжига наши шпильки не требуют никакой дополнительной фиксации и обработки. Надеюсь этот урок по созданию шпилек из полимерной глины и данного способа крепления вам был полезен. С вами была Русалина, впереди еще очень много нового. Подписывайтесь на мой видеоканал и всем до новой встречи. Пока!